В императорском зале Казанского федерального университета состоялось расширенное заседание ученого совета. Торжественно представить нового ректора университета, лично приехали министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава республики Рустам Мениханов и заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Николай Журавлев. За многовековую историю императорский зал не раз становился свидетелем ярких исторических событий. Вот и сейчас в нем наконец-то представили нового ректора Линара Сафина. В преддверии нового учебного года, вы знаете, за что бьется каждый университет? Часто приходится ведущий университет МФТИ, МИФИ, Бауманка, МГУ, в первую очередь, когда решается вопрос назначения ректора. Ректор должен быть выпускник нашего вуза. Ректор большого федерального университета сегодня – это человек с взаимоисключающими характеристиками. Он должен одновременно уметь работать в четырех разных измерениях, при этом делать это успешно и сводить в себе, синтезировать, быть таким интегратором. Приспоряжение Михаилу Владимировичу Мишустиным, председателем правительства Российской Федерации, подписано по его поручению. Я сегодня представляю ректора. Прошу коллектив поддержать. Мы со своей стороны как оказывали поддержку, так и дальше всем добрым инициативам коллектива Казанского федерального университета также будем оказывать поддержку и помогать. В добрый путь, Ленар Винатович. Рустам Мениханов в своем обращении к коллективу университета поблагодарил весь педагогический состав вуза и отметил, что Казанский федеральный университет – гордость Татарстана. Проекты, реализуемые на базе учебного заведения, выводят КФУ на лидирующие строчки всемирных рейтингов. Обращаюсь, Ленар Винатович, к вам. Перед вами стоят большие мастерные задачи. И, конечно же, я заверяю, что республика, правительство, наши предприятия, все, что мы можем, мы привнесем в наш университет и, конечно, и будем опираться в своей работе на тот потенциал, который есть у нас. Ленар Сафин на протяжении 13 лет проработал в Казанском университете преподавателем кафедры истории и права. В 2010 году Ленар Сафин был министром транспорта и дорожного хозяйства республики. За время его работы в регионе были проведены масштабные дорожные работы. Благодаря этому республика вошла в топ регионов с хорошим дорожным покрытием. С 2020 года Ленар Сафин являлся сенатором Совета Федерации. Ленар Ренатович, я с большим удовольствием поздравляю вас с назначением, уже теперь официальным, на должность ректора и прошу принять слова благодарности и признательности и поздравления от лица председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко и, конечно, всех сенаторов, с которыми вы так активно, эффективно, но, к сожалению, не очень долго проработали в Совете Федерации. Вы очень много сделали для, в том числе и республики, работая в Совете Федерации, и, безусловно, проявили себя как очень надежный и эффективный член команды Совета Федерации. Я уверен, что приобретенный опыт в стенах Совета Федерации станет надежной основой для новых свершений о вашей энергии и знании залогом успешного решения любых задач. Ленар Сафин, в свою очередь, выразил правительству Российской Федерации и республике благодарность за оказанное доверие, а также представил коллегам свои намерения относительно предстоящей работы в стенах университета. Возглавить один из старейших университетов России – это большая честь, как выпускнику этого университета, и большая ответственность. Рассчитываю продолжить выбранный курс на подготовку востребованных специалистов на базе классического университетского образования. При этом я считаю, что нужно дать возможность преподавателям сосредоточиться на обучении, исследованиях, науке и этим исследованиям дать прикладной характер. Я создаю всю серьезность и ответственность за коллектив вуза, которое на меня возложено. Обещаю работать честно, на совесть и рассчитываю, коллеги, на вашу поддержку. Почетные гости отметили, что Казанский федеральный университет – бесспорно учебное заведение мирового класса. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, КФУ ждет непростой путь, потому что лидерам сложнее. Они задают планку. Маргарита Михайлова, Тимур Табаров, Вячеслав Василенко, Никита Акиньшин и Хафиз Гараев. Универньюс.